От организации питания, проведения капитального ремонта, требований пожарной безопасности и санитарного надзора до строительства и введения в эксплуатацию новых учреждений образования. Разговор получился многоплановым, содержательным и конструктивным. Местами напряженным и это объяснимо. Работа по подготовке учреждений образования Брестской области к новому учебному году предстоит немалая. Недостаточными темпами проводится деятельность по оснащению учебным оборудованием. Не во всех заведениях в полном объеме выполняются условия для занятий физической культуры. На этом губернатор региона Анатолий Лис сделал серьезный акцент. Я сам лично убедился в том, что у нас инвентарь, в том числе и лыжный инвентарь, в некоторых школах находится в течение 10 и более лет, который, значит, имеется, но не оборудован для того, чтобы можно было на нем заниматься. Я обращаю особое внимание на это. Нет снега, есть лыжи-роллеры, значит, пожалуйста, заниматься. Неделя или две, значит, снег на снегу. То же самое касается катков и всего остального. Потому что мы в основном начинаем эту работу, когда ее надо заканчивать. А надо быть готовым и быстро это все организовывать. Министерство финансов направлено письмо с просьбой изыскать возможность выделения дополнительных средств на функционирование учреждения общего среднего образования, рассчитанного по нормативу в сумме 9 миллионов 761 тысячи рублей. Вместе с тем, гороисполкомам в 2019 году необходимо изыскать дополнительные возможности для обеспечения учреждения общего среднего образования лыжным инвентарем в полном объеме, продолжить работу по оснащению и обновлению спортивного инвентаря для летних видов спорта. Кроме создания необходимой материально-технической базы, одной из первостепенных задач является обеспечение доступности школьного и дошкольного образования. В этом году остаются невведенными в строй пять детских садов в Жабинке, Иваново, Кобрине и два в Бресте. Между тем, к началу нового учебного года откроются сразу четыре новых учебных заведения детские садики в Барановичах и Пинске, школа-осады, школа в Бресте. Детские сады в городах Барановичи и Пинске на 240 мест каждый, школа на 1480 мест в городе Бресте и школа-осад на 470 мест также в городе Бресте. Большое внимание также уделяется соблюдению сроков проведения капитальных ремонтов. В настоящее время в учебных заведениях ведутся полномасштабные строительные работы. Капремонт запланирован на 47 объектах образования, завершен на 10. Текущим ремонтом будет охвачено 325 объектов. Основной комплекс ремонтных работ планируется завершить к 1 сентября. Приемка учебных заведений с подписанием паспортов готовности будет обеспечена до 20 августа. Также важной сегодня остается тема контроля за здоровьем школьников и вопросы обеспечения безопасности. По результатам проведенных МЧС мониторингов выдано 2226 рекомендаций по устранению нарушений требований пожарной безопасности. На данный момент устранено 85% недостатков. Оставшиеся будут устранены до 1 сентября текущего года. Поставлена задача Межведомственным комиссиям горосполкомов продолжить мониторинги организации питания в учреждениях образования на постоянной основе. С целью устранения выявляемых недостатков организации питания в области разработан план по модернизации, ремонту, строительству пищеблока в учреждениях образования. В настоящее время завершен ремонт пищеблоком Достоевской средней школы Ивановского района, средней школы номер один города Каменца, гимназии города Ляховичи и Молотковичской средней школы Пинского района. К новому учебному году учреждения образования области будут укомплектованы педагогическими кадрами. Ожидается при выйти порядка 700 молодых специалистов. Их закрепляемость сегодня составляет 61%.